Мы сейчас вам покажем триллер про то, как делается капремонт в городе Москве. Мы находимся в районе Коньково, это улица Введенского, и вот такие многострадальные дома номер 10, корпус 1 и корпус 2, где много лет уже пытаются делать капремонт на деньги фонда капремонта, заплаченные гражданам, не маленькие деньги, но все эти работы выполняются подрядчиками, которые постоянно пропадают, не в состоянии их качественно выполнить. Все эти работы выполняются с грубейшим нарушением норм, жители ужасно, естественно, недовольны. Вот мы сейчас расскажем вам подробности, у нас в гостях Дмитрий Болдырев, муниципальный депутат района Коньково. Но я так понимаю, что сегодня то, что мы видели, это была согласительная комиссия с Общественной палатой Москвы, да? Да, сегодня провели согласительную комиссию с Общественной палатой Москвы по просьбам жителей, потому что надо на это реагировать, ситуация зашла в тупик. На сегодняшний момент, мало того, что был загублен практически капитальный ремонт в этих домах, то сейчас еще ФКР пытается открыть работы по ремонту подъездов, вот в данном случае в доме. Это уже новая работа, не переделка некачественного прошлого? Нет, нет. То есть, не довершив, скажем, капитальный ремонт, занялись капитальным ремонтом подъезда. Ну, жильцы выразили свое отношение, сказали, что они против той сметы, которой им предлагается, той проектно-сметной документации и того перечня работ, которые хочет делать ФКР в данном доме. Протаскивать, чтобы освоить деньги. Да, да. А проектно-сметная документация вообще есть с другого дома. То есть, там, например, упомянута какая-то пожарная система, хотя в этих домах никакой пожарной системы нет. Окраска окон, хотя здесь пластиковые окон. Просто копипаснули откуда-то. Да, копипас, замен почтовых ящиков, хотя тут почтовые ящики, вот они два года назад меняли. Давай озвучим цифры, да, которые, то есть, сколько на дом тратится вот по всем этим сметам? Вот по ремонту подъездов на три подъезда хотят потратить где-то в районе трех с половиной миллионов рублей. А по всем работам, которые оспариваются сейчас? По всем работам это десятки миллионов, но в зависимости от дома, значит, вот могу сказать, это где-то от 50 до 90 миллионов. От 50 до 90 миллионов на дом, и вы сейчас услышите, какие претензии по ужасному качеству этих работ предъявляют жители. Но я так понимаю, от чиновников сегодня ничего не удалось добиться. Ну, это были как бы общественники, это были не чиновники, это общественная палата, но это тоже как бы... Часть вертикали. Часть вертикали, да. Это люди, скажем, стоящие внизу. Да, да, да. Вертикальные пирамиды, которые пытаются всячески пролезть на ее я. У них один разговор, что, типа, ребят, вот вы неправильно обращение написали, да, хотя мы прямо пригласили их, жители озвучили конкретные претензии, но они пытаются отбиться и говорят, что у вас в бумажке ничего такого нет. Знаете, напоминает, как это, не так барину человитную подаешь. Правильно, правильно, правильно. Смотрите в подробностях и помните, что все эти ужасы финансируются на наши деньги, которые мы, жители, платим в фонд капремонта. Потом фонд капремонта нанимают какие-то левые конторы, которые вот таким ужасным образом делают эти работы, все недовольные. Но чиновники говорят, что мы что-то там неправильно подали челобит, значит, все останется как есть. Ну, все-таки будем надеяться на лучшее, а мы будем добиваться того, чтобы эти проблемы все-таки были решены. И подрядчики ответили за низкое качество работ и, на самом деле, переделали все за свой счет. Потому что здесь, в общем, это, извините меня, не какая-то ракетная наука, да. Все эти швы заделать по технологии, это не такая сложная вещь. Они обязаны будут за те деньги, которые еще раз москвичи платят в этот фонд капремонта, они обязаны будут все это переделать. Мы их заставим это сделать. То есть вы можете вот посмотреть, даже не заходя в дом. Посмотрите, как сделана ливневка тоже. Вот мы еще даже к подвалу не подошли, но здесь уже видно, что здесь сделано большими нарушениями. Если вы посмотрите мусорокамеры, они по проекту должны были быть отделаны плиткой. Плитка там отсутствует напрочь. Фасад. Значит, фасад должен был быть. Должны были расшить все швы, проложить велотерм, замазать мастикой и сделать все нормально. Значит, взяли по старой мастике, замазали, вернее, по старому шву замазали мастикой. Даже этот шов, даже с ним ничего не делали. И раскрывали, да? Никто его не раскрывал. Жители ждали ремонта. Дальше. Вот там, в подвале, все течет, 76-я квартира, черная плесень, страдальцы. Дом оказался в котловине, вся вода по весне стекает вниз, как ливень, все. Значит, все это попадает в 76-ю квартиру. Стоп, стоп, стоп. Вопрос, кто за это будет отвечать? Стоп, стоп. Вот смотрите. Значит, есть городская программа, правильно? Да. Вы член нашей организации, правильно? Соответственно, что, по вашему мнению, входят какие виды работ в выборочный капитальный ремонт по программе многоквартирных ремонтных домов? Уважаемый, вы не разбираетесь в законодательстве. Жители сами определяют, согласно жилищному кодексу, перечень работ, которые они считают нужным провести в своем доме. Нет, вы не правы. Вы не правы. Вы не правы. Откройте гражданскую цель в жилищный кодекс. Нет, постойте. Дальше перечисляю виды работ. Нет, но виды работ мы знаем. Дослушайте, пожалуйста, не перебивайте. А зачем перечислять? Вы не правы. А вы можете работать по подвалу? Дренажная работа, сток воды, сток воды, дренажной работы и, соответственно, вот это все благоустройство, сток воды и дренаж не входит в этот вид перечень работ. Это поддельные заявки. Соответственно, по отдельной заявке вы начали с дренажа работы. Поэтому я перечислил до конца. Он перечислил много некачественных работ. Нет, мы сейчас к этому вернемся. Вы нас угоните в какую-то зачитывание списка. Я вам говорю реальную информацию. Вы не на митинге. Да, вы не на митинге. В вашем понятии капремонт это определенный вид работы. Я хочу, чтобы люди знали. Мы можем включить любые виды работы. Нет, мы не можем включить любые виды работы. Мы не можем включить любые виды работы. Ну как это деньги жителей? Мы не можем включить это самое главное шифру. Любые виды работы. Мы ночью проснулись. Это вот в августе. Печет, вода, просто вот кастрюлю на подоконник пришлось сказать. Все. Извините, вот такая погода. Как будет косой дождик, это опять не мог. Про швам я готов говорить. По окнам готов говорить. А потому что не сделан дренаж, я не готов говорить. Его нету в обращении. И о том, что у вас дверь не сделана, я тоже не готов говорить. Его нету в обращении. Слежьте, не сделано. Еще раз. Ну и что? Много чего не сделано. Разговор идет по обращению. Вот здесь вижу, а вот там не вижу. Вы нас занимаетесь? Вот я просто два слова прокомментирую. То есть приехали чиновники. Они представляют комиссию по общественному контролю. Но разговор такой. Вы, жители, виноваты, что неправильно составили обращение. Им показывают здесь конкретные дырки, через которые все течет. Они говорят, а у вас в обращении этого нет, поэтому мы ничего делать не можем. А вот прямо на месте помочь составить перечень проблем. Подождите, я не с вами сейчас разговариваю. Мы такие же жители, как вы. Я сейчас не с вами разговариваю. Общественный контроль. Тише. Значит, вот им озвучили конкретный перечень проблем. Все течет. Все ржавчина. Все сделали плохо. То есть это, они еще даже говорят про какую-то гарантию. Ну как здесь можно выдавать гарантию? То есть это надо просто все признавать в полной мере некачественными работами, и чтобы за свой счет подрядчик переделал. Нет, они вместо этого рассказывают, что вы, жители, неправильное обращение составили. Вот такое у нас при мэрии Собянине общественные контроли. Открасили, знаете, как? Знаю. По грязным плитам? Правильно. Без грунтовки, без ничего. Знаю, видел. Ствол мусороками, мусорный ствол, его должны, ну хотя бы раз в год очищать. Для чего? Были затрачены деньги вот с этим очистителем, там все, подводили в год, да, щетка. Когда это ни разу не делалось, обращались. Они вот заделывали углы, вот там шишки по всему дому, шишки. Вот заделывают углы и тут же красят. Правильно. Даже не дают высказать зону клею. Так вот я поговорю, они мне говорят, а мы два раза кистью прошли. Можно зайти посмотреть там. То есть вот он, старец к дому получает. И все заливает, и вот уже черный клещик. Проходи. Да видно, что все постюки, вон там все постюки. Они сейчас сухие, сейчас дождь пройдет, и что, клишу поменяли. Жить-то не портят. Я буду, конечно, на всех этажах. И Малахов все это подписывает. Конечно, конечно. Вот просто символ, я бы это сделал как символ. То есть вот, во-первых, не поменяли трубу. Во-вторых, прихватили сверху, а здесь-то все течет под дом. То есть вот, Паш, все. Ой. Скажите, а вот про депутата. То есть у вас Малахов депутат, правильно? То есть он никак не помогает, что ли, в этом вопросе? Он, наоборот, подписывает те документы, которые... Он не глядя, берет и подписывает. То есть он подписывает вот эти акты на некачественно сделанную работу? Да, да, да. А вы пытались как-то его отозвать или что-то? Да, писали. Вот мы ходили в муниципалитет, вот тут наш депутат знает это все. И в префектуру, вот в три часа идем с Евгением Михайловым. И то же самое по этому вопросу. Что он творит, извините, этот Малахов где-то? Вот у нас второй подъезд Гремыка. Вот у нас с этой стороны леневка выходит из этого блока. И весь поток воды идет под дом. И вот это вот все, вот видно, что у нас, говорится, отваливается, потому что вот идут потеки, и все отваливается. За ними вот надо стоять вот и говорить, вот как вот делать. Но это просто кошмар, конечно. А что там в подвале, там идет оцинкованная труба, потом кусок из черной трубы. Давай опять оцинкованная труба. И все это сшит, сшит. Да. Ихи улицы. То есть мы озвучили и конкретные претензии по дому, но они вместо этого начали какими-то бумажками отбрасывать. Вы же видите ситуацию, что вот здесь вы написали эту претензию, а это не написали. А то, что мы называемым на месте некачественно выполненная работа, а в бумажке этого нет. Мы не готовы вам еще ответить. Потому что человек вот именно ошибся, не указал это. Ну вот наглядно, вот она, никуда это не прячется. Понимаете, я считаю, что надо использовать, конечно, все средства. Ну, посмотрим, насколько это будет действенное. Будем ждать. Жень покажет.